Всем привет, на связи IT District и в сегодняшнем видео мы с вами обсудим такую очень основательную тему откуда все-таки нам брать информацию про андроид разработку в плане обучения что нам использовать, откуда взялась идея для съемки этого видео все дело в том, что мне очень много каждый день пишут различные зрители и подписчики моего канала и я очень часто встречаю очень большое заблуждение и сегодня я решил сделать такую топ подборку источников с информацией для того, чтобы изучать андроид разработку я сортировал все эти источники от самых худших к самым лучшим самые лучшие источники будут в первом месте в конце этого видео итак, мы начинаем если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца обучение проходит на индивидуальной основе оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца такое вам больше никто не предложит я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике поэтому и предоставляю такие условия вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения обучение происходит на закрытой платформе мы общаемся с вами на любой из соцсетей а также будем созваниваться в WhatsApp да, у вас будет мой личный номер телефона в процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете то есть если вы неделю программы проходите за 2 недели то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете она предоставляется вам в подарок это очень удобно для консультации по обучению также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной все ссылки есть в описании к этому видео книги книги я крайне не рекомендую использовать в качестве источника для получения информации про android разработку так как android разработка это самая динамично развивающая сфера программирования никакая другая сфера так не меняется быстро как android разработка но очень много информация быстро устаревает конечно к этой информации не относится такая фундаментальная информация по работе допустим со шрифтами о том как делать фоны для различных виджетов нет такой формат такая информация как правило не устаревает но все равно книгами я не рекомендую пользоваться потому что там к содержится крайне старая информация и сами книги сделаны так что вы очень долго будете изучать android разработку по ним я даже помню мне как-то на глаза палась книга там было в районе пяти тысяч страниц и большинство но процентов 60 информации уже было не актуально на тот момент я крайне не рекомендую вам использовать книги поэтому книги мы не используем сайты с одной стороны даст сайт и можно использовать так как я ранее сказал что android разработка это самодинамичная сфера ну вполне по логике можно сказать что сайты можно использовать такие там статьи допустим самые последние да но в каком контексте я сейчас рассматриваю сайт я очень часто вижу такой вопрос скажите какой сайт можно использовать для изучения android разработки то есть люди хотят сконцентрировать свое внимание на конкретных нескольких сайтов как на платформах обучения и конкретно на них брать всю информацию то есть досконально это так не работает у вас не будет полная структурированная информация потому что что-то собственник сайта мог осветить а что-то нет и изучать именно android разработку на одном конкретном сайте это очень плохой вариант вообще android разработку нужно изучать в плане определенной программы у вас должна быть программа обучения если у вас нет такой программы обучения то я рекомендую записаться ко мне на курс android разработчик за три месяца на этом курсе я создам вам необычащую программу и вы пройдете обучение по этой программе и все техники которые мы проходим на этом курсе они все актуальные и современные поэтому какой-то конкретно искать сайт по которому вы будете изучать это очень плохо так следующий вариант это видео например видео на youtube допустим какая может быть ситуация вы и вас есть уже программа обучения и вы ищите какой-то вопрос вы можете да посмотреть на ютубе все это дело но очень часто но не всегда очень часто у вас на в роликах youtube будет просто демонстрация того как что-то сделать но зачастую не бывает образца кода который вы можете скачать вообще изучение материала по youtube и по вообще в целом по видео материалами она проходит несколько медленнее чем по изучению определенных статей поэтому да по видео youtube можно изучать это хороший вариант этот не книги и не конкретные выделенные сайты тут уже вы конкретно сосредоточили вытачиваетесь на определенной теме на определенной технологии которые вам нужно изучить и вы можете использовать определенно этот источник поэтому видео на youtube принципе можно использовать и самый лучший способ по которому вы можете искать информацию про android разработку это конкретные статьи то есть это та же ситуация что с видео на youtube то есть у вас есть определенная проблема определенная тематика по которой вы хотите найти информацию в качестве источника информации по android разработки это гугли не идете в google и ищите информацию по статьям но очень важно когда так как я говорил самом начале видео android разработка это самая динамичная меняющая сфера поэтому мы берем информацию срок давности который не превышает полтора или два года все что старше мы не используем ищем только свежую информацию поэтому статьи мы используем с помощью гугления до обращаемся в google но рассматриваем различные сайты не сосредотачиваемся на одном сайте далее я вам хочу сказать о золотой середине о том самом лучшем источнике и подходе как вам искать информацию вы пишете проект вы столкнулись например с проблемой как получать как работать с базой данных room да допустим базой данных на на у себя на устройстве вы идете сразу в google вводите поисковый запрос база данных room да как работать у вас выходит список статей и список видео вы просматриваете также как видео вы просматриваете также видео на youtube но в первую очередь я вам советую смотреть статьи из поисковой выдачи google да вы вы отбираете те самые свежие смотрите образцы кода смотрите чтоб на этих статьях можно было скачать этот код который использует автор берете скачиваете код изучаете статью создаете свой проект проверяете этот код переделываете этот код под себя запускаете смотрите смотрите что все работает все получается потом его еще немножко модернизируете под себя в плане правильности и чистоты кода и потом уже есть потом запускать и если все хорошо только потом используйте в проекте то есть сначала нужно переварить информацию под подобрать ее под себя переделать и смотреть если все это работает то уже использовать вот именно такой метод нужно использовать то я это видео сделал именно для того чтобы у вас больше не было такого вопроса о том как какой источник какой источник информации нужно использовать для поиска той самой информации для android разработки потому что тут все очень просто google лучший источник смотрим самые последние статьи можно смотреть видео на youtube применяем используем и все будет у вас хорошо но если вы не хотите долго возиться научиться за три месяца android разработки тогда я вас приглашаю к себе на обучение ссылка для записи есть в описании а на сегодня у меня все с вами был айти дистрик всем пока